Горящая месть настигла фермера, который пытался бороться с незаконной продажей алкоголя в деревне Жажнево. Эта деревня находится на границе Нижегородской и Ивановской областей, и о ситуации там сложившейся мы рассказывали в сентябре. Дмитрий Тихонов приехал в эту деревню, чтобы создать там крепкое фермерское хозяйство, но, столкнувшись с массовой нелегальной продажей алкоголя, попытался с этим бороться. На видеокамеру он заснял множество эпизодов продажи алкоголя, которую ввели из окна соседнего дома, передал все это местным правоохранительным органам. Но торговля продолжалась, а в отношении фермера началась настоящая травля. Кто-то порубил топором забор, затем из ружья расстреляли дом, полили по чердаку, чтобы не убить, а напугать. Те самые соседи, из дома которых продают алкоголь, демонстрируя свое презрение, снимали штаны перед камерой и трясли в камеру частями своего тела, ну и творили непристойные вещи. Хотя у картечи, которые стреляли в дом, были и входные, и выходные отверстия, баллистическую экспертизу в полиции сделать так никак и не смогли. А теперь это и вовсе невозможно. Главный вещдок – дом уничтожен огнем. Здесь у нас комната, одна из комнат 50 квадратных метров, то есть уничтожено также все абсолютно. Внутри комнаты находилась мебель, строительный инструмент. Здесь у нас был козырек, то есть входные ступени. Трактор у нас стоит отдельно от дома, то есть, соответственно, соприкосновения с очагом пожара у него не было. По всей вероятности, я так полагаю, облит бензином и, соответственно, сожжен непосредственно как отдельный объект. Кроме теплицы ничего не осталось, но в то же время теплица у нас простреляна, то есть есть сквозные отверстия от огнестрельного оружия. Собака у нас также пострадала. Так, с этой стороны у нас получается, вот кровь, рана. Соответственно, если бы мы были с семьей и находились непосредственно в доме, то, соответственно, с нами тоже могла бы случиться трагедия. Мы неоднократно писали заявление во все государственные инстанции по факту нелегальной торговли. Я пытался достучаться к властям, пытался достучаться к полиции, что нам, соответственно, угрожают смертельной расправой. Нас уничтожают, нас пытаются выжить с данного поселения. Прокуратура также не выявляет никаких преступлений. Пишет нам отказные материалы по факту нелегальной торговли, которая ведется по сегодняшний день. Не видит состава преступления по всем моим заявлениям, в которых написано более 50 штук. После всего этого бездействия со стороны полиции, я понял, что данное дело бесполезно. То есть, соответственно, мы приняли решение выставить на продажу данный дом. Мы думали, что на этом все остановится, что люди все-таки поймут, что мы решили уехать, ну, и оставят нас в покое, и на этом все закончится. Но нам не дали даже уехать. Те самые соседи, из дома которых велась незаконная торговля алкоголем, держат в деревне еще и мини-маркет, деревенский продовольственный центр. Дмитрий Тихонов во всех своих проблемах винит именно их, но они все отрицают. Поговорите с нами, пожалуйста, по поводу соседа вашего, по поводу дома сгоревшего. Да он сам сжег. Чего вы думаете так? Эй, не стыдно. Харим ножки. Мы по поводу... Я с вами базарить вообще не буду. Со мной базарить не надо. Все, вот там, б***ь, базарное. Разговаривать надо. С тобой? Да. Что? Чтобы не включили. Олег Николаевич, может, объясните ситуацию? У человека дом сгорел полностью. Может быть, объясните почему? Местные полиция и прокуратура по традиции комментариев не дают, отправляют в пресс-службу. Власти говорят, что как могли боролись с торговлей алкоголем. Да, я ситуацию знаю, но вопрос есть компетенции других органов. Компетенции управления внутренних дел, то есть полиции, да, если мне память не изменяет, но это уже деятельность Роспотребнадзора, да, их там даже штрафовали. Оценивать сейчас работу полиции, все ли они сделали или нет, я не готов, да, разговаривать и с полицией, и с пожарным надзором, и со всеми, да, сейчас идет проверка. Вот после получения каких-то результатов проверки, можно будет понимать, куда двигаться. Сейчас никто не может сказать, это поджог, это самовозгорание, либо еще что-то. Да, я не могу сказать сам, да, сейчас. Кстати, нанесенный ущерб Дмитрий Тихонов оценивает примерно в 7 миллионов рублей. После начавшейся травли он с семьей и так уже вернулся жить в город, а теперь после случившегося навсегда распрощался с мечтой о крепком фермерском хозяйстве. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...